Я проживаю на улице Ракетная 9. Два года назад к нам приехали люди и сказали, что на этот участок, на мой участок, вот этот вот, до конца туда, делают документы. Ну, конечно, у меня шок, как так? Вот у меня договор, я этот участок через Ельце набрала, и он мне выдал ситуационный план, договор на строительство, ну, в общем, акт, все это, документы есть. И два года шла борьба, но в итоге администрация победила. Значит, человеку, которому перепродали, переуступили мою землю, он приехал и спилил все деревья. Вот лежат, как бы, для дров спиленные брусочки. И теперь, значит, встает вопрос, как быть? Участок забирает, дом стоит, вот он большой дом у нас, и документы делать не давали, и сейчас якобы им разрешают делать документы. И более того, он сказал, я позвоню вам, и на этой неделе приедет к УМИ насчет этого участка, разрешения этого участка в мою пользу. Вот этот дом, это мой дом, а забрали вот эти соседи, 3,5 сотки, и 7,5 осталось, и теперь и их забирают. И мы теперь в очень стрессовом состоянии, что делать? Дом стоит, участка нет, и что нам делать? А документы нам так и не разрешается делать. Значит, с администрации эта женщина, она не представилась, телефон не оставила, сказала, что я с администрации, и все. И вот на основании того, что она с администрацией, она делает документы. И к УМИ ей идет на встречу, тоже делает документы на этот участок. Но я до этого обращалась, а нигде, никуда, вот как всем, то в одну инстанцию, то в другую, то в третью, по кругу ходим, и ничего не делается. Ну вот у нас бросовые земли, в самом деле болотистые земли, и те отбирают. Вот посмотрите, вот эти деревья, здесь они все стояли, сейчас они все лежат. Вот это дрова, которые, сказал, приеду, заберу. И вот, значит, вот на всем участке все деревья спилены. И хвойные деревья, вот лежат хвойные деревья, и березы, все спилено. Вон только эти, торчат пенечки. Там, значит, болото у нас, и вода стоит. И я говорю, что и даже вот этот, вот этот участок такой бросовый, и то у нас забрали. А мой участок они забрали, вот от этого, тот маленький столбик, и световой столбик, и вот этот вот забор коричневый, от угла до угла. А как они будут проезжать тогда вот этот вопрос? Вот, и вопрос очень серьезный встал, так как стоит столб световой, каким образом будет смотреться дорога. А она ему сказала, вот это, которое переступило участок наш, а ты не переживай, у них документов нет, сколько хочешь, столько занимай. Но это было очень неожиданно, слышим, пила работает, бензопила, мы понять ничего не можем, с мужем выходим. А товарищ тут спокойно, во весь рост спиливает деревья. Мы подошли и говорим, на каком основании, на таком. Я говорю, ну вы дайте документы, покажите, скажите, кто вы и так далее. Я по-нормальному стала разговаривать, но человек никаких не дал документов, ничего. Вызывайте полицию. Ну, конечно, я вызвала полицию. Полиция приехала и говорит, решайте в суде. Все. А что в суд идти, если из администрации делает документы? Она мне разрешается, а ему делают. Как так? Это был наш участок, теперь он нам не принадлежит. А как нам сказали, вы построились, вот этот дом мы построили, на пожарной зоне. А нам никто об этом не говорил, когда выделялся участок. И никто не говорил, что это пожарная будет или не пожарная. А тут вдруг стало пожарная. Все уже построили, все сделали документы. И там соседи, и тут. А мы вдруг оказались на пожарной зоне. Такое впечатление, что находят причины, лишь бы только не давать и не выделять участки. В 2001 году мы получили от Ельникова документы. И нам надо было дальше делать. Но мы пока строили дом. Потом, когда пришло время делать документы, уже документы не делались. Уже не разрешали. Мы ходили, и не только я одна, у нас инициативная группа. Мы ходили в администрацию, ходили и к Ельникову еще по первости, чтобы за мусор, за другие услуги. Никто ничего нам, никакие документы не выписывал, чтобы нам оплачивать. И у нас ничего не платится по существу. Единственное, вот свет за свой счет поставили, большие деньги отвалили. Вот за свет плачу и все. Мы обращались, но только вместе с инициативной группой. Ходим. Кобзеву писали мэру, куми. Ходим, пробиваем, но, как говорится, в осыны не там. Ну, вот я сейчас прошу вас услышать мое интервью со слезами от сердца идущее. Очень переживаем, что где нам придется теперь находиться, где нам жить, куда идти, и куда дом этот. И так как нет теперь документов и не разрешается делать, что нам делать, куда податься. Мы пенсионеры с мужем, денег у нас нет. Если были в свое время деньги, мы бы и раньше попытались сделать документы. Мы достраивали дом, потому что жить негде было. Теперь вот такой вопрос острый стоит, что, во-первых, этот участок отжимает, этот не разрешают делать, и мы остались неудел.